Так вот, секундочку, давайте слово дадим. Эдем, салам алейкум. Пусть скажет. Алейкум салам. У меня такой вопрос, я вот сейчас слушаю вас, у меня, ну, как и религиозная у вас тема идёт, и политическая тема идёт. Насколько я знаю, я азербайджанец. Вы всегда, мы всегда дружили, были как одно целое с армянями. Просто это политическое нас разделило. У меня вопрос другой. Ой, вопрос к мусульманам. Почему в религии жестокое просто мусульмане? Почему? Вот этот один вопрос. Одна жестокость, одна вот эта беда, горе только от мусульман идёт. Почему? Чему? Да, вот может. Да, я вам отвечу на ваш вопрос. Во-первых, вы когда-нибудь читали вообще религиозную книгу Харам? Начинал читать, но, может, не суждено было. Я как-то остановил, не стал читать дальше. Вот, я вам отвечаю. Во-первых, нигде в Коране не сказано, что делать вот то, что вы говорите, там, или быть там какими-то отглобленными и тому подобное. Как и во всех религиях, в нормальных вообще ситуациях говорится о том, что если вас притесняют, если на вас нападают, вы имеете право защищаться в ответ. Ну, соответственно, это получается война. Это раз. Во-вторых, хочу сказать, что, к сожалению, в мире идёт большая исламофобия. Отчего это происходит, я вам тоже скажу. На сегодняшний день, если мы посмотрим, как Тора, так и Библия, так и Коран, элементарно, профессионалы для женщинам покрываться. Кто на сегодняшний день более соблюдачий? Конечно же, мусульманки. Это не секрет. Религия ислам сегодня так получается, что она самая быстрая растущая религия. Об этом говорю не я, об этом говорит и вот в России батюшка там рассказывает, и не знаю, во всем мире об этом открыто заявляют и говорят. Почему? Из-за того, что идёт провокация на ислам, каждому умному человеку, здравомыслящему человеку просто становится интересно. А прочту-ка я Коран, посмотрю, о чём же тут рассказывают и говорят, вот типа вот злобность и тому подобное исходит оттуда. Когда нормальный человек, умный, образованный, открывает книгу Коран, дочитывает её до конца, и он просто видит, что там настолько всё изложено красиво, там вплоть до того, как надо жениться, как надо разводиться, как развивается плод в чреве матери, то есть наука. Коран – это реально наука. Поэтому я хочу сказать, что то, что делается сегодня провокацией, вот о чём, кстати, я тоже неоднократно говорила, я хочу сказать, это очень неприемлемо мне, как мусульманке, когда я вижу, что в любое какое-то государство, когда заходят за ресурсами, допустим, пусть это будет Сирия, пусть это будет Афганистан, пусть это будет Ирак и другие государства, когда туда заходят именно с мечом для того, чтобы забрать ресурсы у этих мусульманских стран и обозначают это именно так, что там есть вот террористы, допустим. Например, на сегодняшний день, что происходит между Россией и Украиной? Два христианских государства борются, сражаются, идёт война, при том, как бы, что говорят, типа в Украине есть нацисты, понимаете, да? То есть такая политика, там такая пошла. Тут говорят, что типа террористы… Да, я, извините, перебью вас, извините, я с Украины, ну, я всю жизнь прожил в Украине, но на самом деле это абсолютно не так, ну, я всегда придерживался к религии, к мусульманству, придерживался всегда, у меня… я напополам, у меня мама православная, отец мусульман. Айлахан, можно я отвечу? Две минуты, ради Аллаха. Я не могу… я не могу просто понять, что мы доказываем всему миру, что мы какие справедливые, да? Ну, почему одна злость… Вы говорите, в конце мне слово дадут, я вам отвечу на все вопросы, пожалуйста. Почему вот это всё льётся именно с мусульманства? Почему? Зачем? Ради Аллаха. Дайте две минуты, я ухожу. Ради Аллаха. Ну, ладно, скажите, хорошо. Да, вот, брат, я сам тоже учился в Украине по исламу, я тебе два слова отвечу. Наверное, ты сейчас мусульманин, да, или как себя считаешь, христианин или мусульманин? И мусульманин, нам, само собой, конечно. Хорошо, смотри, брат. Вот, например, возьмём вот в Украине христианская страна, и так, в Европе, так скажем. И армяне тоже, армяне тоже себя считают христианами. Но то, что они делают, это никакой христианин нормальный, это не примет. Сейчас тебе ключевой момент дам, чтобы ты знал. 1933 год. Вот ты можешь историю посмотреть. Когда была оккупирована наше святание Мякки и Мадиня. И в 1961 году открыли университет. И тот же университет начал псевдо-мусульман отпускать, впускать, или как говорится там, печатать. Чтобы во всём мире делали терроризм, а потом страдали мы, мусульмане. Он может что-то не понимать. Секундочку, здесь надо проще. Эдем, вы говорите, что вы из Украины, да? Да, да, да. Ну, в истории тоже же мусульмане всю жизнь друг друга убивали. Вот закрыть. Алихан, можно я отвечу, пожалуйста? Секундочку, ребят, я сейчас всех буду отключать, если вы будете перебивать ведущую. Эдем, а если вы из Украины, разговариваете вы украинской мовой? И на украинской мове, и на азербайджанской, и на русском. Вы помните, да, украинскую мову? Звестно, да. Ага, известно. Дуже гарно. Смотрите, я сама прожила в Украине 20 лет. Я знаю очень наш на языке. Я читала Библию. Я читала Ветхий Завет, Новый Завет. На сегодняшний день я являюсь мусульманкой, которая отношусь абсолютно с уважением ко всем религиям. Кстати, наша религия учит тому, чтобы не притеснять, не оскорблять и не трогать чужие и другие вероисповедания и тому подобное. И вообще нельзя притеснять даже народу. Я вам хочу просто сказать вкратце. Вкратце ответ на ваш вопрос. К сожалению, сегодня в мире идет пропаганда на ислам. Почему? Миру не выдавил ислам. Ислам – это религия, к которой сегодня люди более привержены ней и более прислушиваются к Божьему слову. Понимаете? То есть религия ислам учит тому, что алкоголь пить нельзя. Войну просто так начинать нельзя, если тебя не трогают. Ислам учит прелюбодеяние нельзя. И более соблюдающие сегодня – это мусульмане. Да, среди всех людей есть грешные, малогрешные, многогрешные. Но тем не менее в своем большинстве религия ислам сегодня более приближена к истине. Поэтому миру это не нужно. Элементарно, если посмотреть просто с экономической стороны. Что будет, если не будет спиртных напитков в вашем мире? Какой удар по экономике? Что будет, если будет прелюбодеяние и тому подобное? Это удар по международной экономике. Что будет, если не будет наркотиков и не будет оружия, не будет войн? Это опять же отражается на экономике международной. Поэтому я хочу сказать, что надо глубже смотреть и понимать, что сегодня идет манипуляция исламом. А ислам – это мироволюбивая религия, которая учит любить соседей, уважать все народы, уважать религии. Это религия, которая не делит людей на национальности. Это религия, которая говорит о том, что все верующие в единого Бога являются братьями и сестрами. Вот сами делайте вы. Да, спасибо за ваш ответ. Но смотрите, мы сейчас рассуждаем в данный момент, вы все правильно говорите. Но прочитать историю, мы всю жизнь мусульмане между собой воевали. Я вот это хочу просто понять. Еще раз объясняю. Обратите, пожалуйста, внимание исторически. Кто начинал всегда с войны, Первая мировая? Мусульмане между собой всегда начинали. Всегда. Я понимаю, я уже по разговору с вами понимаю, откуда вы, поверьте мне. И я хочу вам сказать, что мусульмане никогда между собой не начинали войну. Ситуация с мусульманами выглядит так же, как Запад залез между Украиной и Россией. Та же самая картина. Два христианских государства – это не единожды пример. Мы прекрасно знаем, что было Великое Отечественное. Мы прекрасно знаем Первое мировое. Мы прекрасно знаем эти большие войны. Мы знаем Христовые походы. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому мы хотим сказать, что как раз мусульмане всегда, так как так сложилось, что если вы замечаете, что в мусульманских странах почему-то много нефти, много ресурсов, так получилось Богом вот дано, понимаете? И когда туда хотят, конечно, залезть, как, допустим, было с Афганистаном, как было там с Сирией, как было с Ираком, что получается? Получается манипуляция. Кто-то с какой-то базы стреляет, делает манипуляцию между типа вот давайте воюйте. То же самое, что сегодня Украина, Россия. Кто-то кем-то воспользовался, началась война, и вот сегодня христиане друг друга убивают. И что? Но мы, как мусульмане, мы не тычим вам этим, что смотрите, вы что-то сделали. Вся проблема в том, что когда где-то происходит какой-то теракт, например, самая большая террористическая группировка Асала, которая признана в 80-х годах в Америке, даже в 80-х годах, в таблице стоит как первая террористическая группировка Асала. Она армянская, христианская, то есть это христиане, еретики, да, то есть они даже не православные. Поэтому, видите, мы же об этом просто не говорим, что в советское время первый теракт в метро устроили армяне, понимаете. Мы просто не тычим. Мы не тычим тем, что мы не упираемся на то, что ага, все, это религиозно, мы не связываем это с религией. Мы думаем, что вот человек. А по отношению к нам почему-то, если он такой национальности, они переходят сразу не на человека, а кидают в середину, что смотри, мусульманин сделал. Вот и разница.